Возвращение похищенного ребенка родителям спустя полгода. Кадры, которые вы только что увидели, финал страшной истории, произошедшей в Ставропольском крае. Истории с похищением ребенка. Малолетний заложник был освобожден и счастье родителей было безграничным. Казалось бы, это такое естественное чувство. Однако бывают и другие родители. Я бы назвал их биологическими машинами. Они продают своих детей, очень часто даже еще не родившихся, за границу. И дело здесь не в нищете и безысходности. Любое нищенство гораздо достойнее торговли собственными детьми. Дети из России очень дешевый, но низкокачественный товар, который пользуется спросом только потому, что усыновить ребенка из развитой страны стоит на порядок дороже. Это высказывание одного из тех, кто занимается торговлей детьми. В каких муках рождается человек? Но как это прекрасно, что человек рождается, появляется на свет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Соединенные Штаты Америки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Даллас. Здесь только что приземлился самолет, прибывший из России. Каждый иностранец при пересечении границы США проходит жесткий контроль. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К женщине по имени Надежда не было никаких претензий. Но спецслужбы Америки уже вели за ней наблюдение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Через несколько минут к ней подойдет человек. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он пригласит ее в автомобиль и повезет в другой город. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С этой минуты Надежда и ее будущий ребенок поступают в полное распоряжение фирмы Money Glory. Из Далласа ее доставляют в Баттон-Руш, штат Луизиан. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здесь ее поместят в комфортабельный госпиталь и сделают все возможное для облегчения родов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА При одном условии, что она откажется от своего ребенка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разумеется, за деньги. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Скажите, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Да вы что? Нормальная мать к этому не может отнестись. Только отрицательно. А вы? Я не слышу, что вы говорите. А как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Скажите, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? продать ребёнка за границей? Не понял. Как бы вы отнеслись к предложению родителей продать ребёнка за границей? Ребёнка за границей продать? Да вы что, одурели, что ли? Скажите, а как бы вы отнеслись к предложению родителей продать ребёнка за границей? Не понял. Многие из этих людей даже не понимают, о чём их спрашивать. Но как же удалось выйти на след этого криминального бизнеса? В начале 1998 года от женской консультации из коляски был похищен мальчик Егор Несевич. Для мать и вообще для всей семьи, естественно, это было шоком, и мать через несколько дней выбросилась из окна. Когда сотрудники 2-го отдела МУРа начали заниматься поисками этого ребенка, то была такая версия, что якобы ребенка продали в Узбекистан. Оперативники немедленно вылетели в Узбекистан. Но здесь следы пропавшего мальчика обнаружить не удалось. Однако именно в Ташкенте следствие получило ценную информацию. Стали проверять все возможные версии по Узбекистану и вышли на группу граждан Молдовы, которые занимались поставкой детей, именно поставкой детей из Молдовы, из Москвы, из различных стран, Россия, Мелоди СНГ, в Узбекистан. Узбекистан оказался только транзитным пунктом. Здесь было легче оформить документы на детей. Из Ташкента следы вели в Кишинев. Стали дальше прослеживать цепочку в Молдове. Выяснилось, что действительно в Молдове есть группа. Где-то порядка 6 человек, которых занимаются переправкой из Молдовы этих детей. Но среди детей, переправленных этой группой за рубеж, похищенного мальчика из Москвы не было. В ходе допросов одной из задержанных женщин, Евдокии Савельевой, выяснилось, что действительно примерно в начале 1998 года она переправляла ребенка из Москвы в Узбекистан. Ребенок был не мальчик, как все думали, а девочка. Но этот вариант, естественно, заинтересовал. То есть оперативные сотрудники поняли, что, может быть, вышли на какой-то действительно серьезный след. Может быть, она о ней помнит. Она сообщила адрес той квартиры, откуда переправляли ребенка. Когда в Москве уже приехали в эту квартиру, выяснилось, хозяйка квартиры сказала, да, действительно, был такой вариант, была поставка, действительно, ребенка переправляли, но тоже была девочка. И назвала данные матери. Это Марина Третьякова. Когда стали обращаться к этой Марине Третьяковой, она сообщила, что действительно я продала своего ребенка, гражданину США, майку Хапперман. Это была девочка, которой был год и два. Год и два месяца. Когда встал вопрос, как она с ним познакомилась, с этим американцем, выяснилось, в 1994 году она в газете «Московский комсомолец» почитала объявление. Приглашаем женщину для вынашивания нашего ребенка. Бездетная семья приглашает молодую женщину выносить ребенка за вознаграждение. Бездетная семья с радостью усыновит вашего будущего ребенка. Она позвонила по этому телефону. Ей ответил мужчина, который сказал, да, существует фирма, которая может организовать вашу поездку в штаты, в штат Луизиана, город Батан-Руш, где вы в прекрасных условиях родите ребенка, от которого, естественно, потом откажетесь, или в пользу конкретной семьи, или в пользу агентства по сынованию. Так в деле появился американский город Батан-Руш, где и находилось агентство по усыновлению. Директора агентства Special Delivery. Она бывшая эмигрантка из России, длительное время живет в Америке. Она организовала официальное агентство, которое оказывает помощь в усыновлении американским гражданам. То есть деятельность агентства разрешена законом. Нина Бройлес. Владельца агентства по усыновлению Special Delivery и фирмы Morning Glory. Наши детишки здоровенькие, крепенькие, но просто лучше не придумают. Да, здесь можно выбрать ребенка на любой вкус, любой национальности, любой расы. Единственный документ, который может остаться у матери-отказницы, это свидетельство о рождении ребенка с отпечатками его стоп. Как это принято в Америке. Эта женщина родила и оставила своего ребенка в Америке. «Дура ты! Куда ты убежишь?» Говорили они мне. «Ты в чужой стране. Это тебе не Россия». Мне сообщили о том, что рожать мне придется в Америке. Я решила отказаться от этого, потому что мне не с кем было оставить свою старшую дочку. потом мне стали угрожать и сказали, что если я откажусь, то мне придется заплатить 10 тысяч долларов, потому что, как они сказали, механизм уже заработал, и на меня потратили уже очень много денег. И деваться мне было уже некуда. Пришлось ехать рожать. Даже для тех, кто одумался, выхода уже не было. Молодых матерей запугивали, требовали денег в качестве компенсации за упущенную выгоду. Проще говоря, ставили на счетчик. Торговцы живым товаром жили по законам уголовного мира, который не оставлял шансов отступления. Я сказала ему, что отказываюсь оставить ребенка в Америке. Ну и выплачу ему все деньги. На что он сказал, что у меня в России остался муж и ребенок. И надо думать о них. Единственное, что у меня осталось от ребенка, это несколько фотографий и свидетельства о рождении с отпечатками его ножек. Но вряд ли это поможет ей когда-нибудь отыскать своего ребенка. Добрый день. Как бы вы отреагировали на предложение продать вашего ребенка за границей? Отрицательно. Почему? Потому что мой ребенок, он уже на России, он большую пользу ей принесет. Спасибо. Добрый день. Как бы вы отреагировали на предложение продать, родить и продать вашего ребенка за границу? Очень негативно. А почему? Продать ребенка. Ну то есть устроить его каким-то там людям, к семье за деньги. Да. Вам бы заплатили за это деньги. По-моему, ребенок это одна из, это то самое, наверное, святое, наверное, в жизни. Ну, не даром говорят, что дети это будущее. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Девушка, простите, как бы вы отреагировали на предложение родить и продать ребенка за границу? Абсолютно отрицательно, даже не раздумываю. А почему? Ну, я нормальная женщина с нормальной головой, понимаю, что ребенок мой, я его выносила, родила и отдать никогда, и ни за какие деньги абсолютно. А вы знаете, что продают детей? Да, знаю, конечно. А как вы к этому относитесь? Это ужасно, это не женщина, это не мать. А если у нее трое детей, и она одного продает, чтобы остальных прокормить? А чем она думала, когда она рожала третьего? Спасибо. Спасибо. Простите, как бы вы отренесились на предложение родить и продать ребенка за границу? Дело в том, что ребенок у меня уже есть, и я его никогда не продам. Это мое кровно, и ни за какие деньги, потому что, ну, это просто мерзко с нашей стороны. Простите, если бы вам предложили бы, простите, так. Так, простите, если бы вам предложили бы родить и продать ребенка за границу, как бы вы отреагировали? Не продала бы. А почему? Потому что ребенок мой все-таки. Не знаю. Ну, ребенок есть ребенок, как можно детей продавать, вообще кого-то. Спасибо. Простите, как бы вы отреагировали, если бы вам предложили бы родить и продать ребенка за границу? Нет, вы что, это же невозможно. Мы узнали, что правоохранительные органы США, в частности службы миграции и натурализации, занимаются расследованием уголовного дела о нарушении миграционного законодательства российскими женщинами. Потому что большое количество женщин в период с 95 по 97 год выезжали из России именно в Луизиану, именно в Батт-Ан-Рош. Некоторым придет раскаяние. Будут попытки вернуть своих детей. Но поздно. Деньги получены. Мать лишилась всех своих прав. Иногда в шутку я говорю, если вам не понравится, но даже форма уше ребенка, так и скажите, найдем другого. Ведь нехорошо по отношению к клиенту, если ребенок чем-то не устраивает родителей. Подумайте сами, что они могут сделать эти русские. У них нет денег, нет друзей. Они не говорят по-английски. По правде говоря, мы не пользуемся этим. Но и в самом деле, что они могут поделать? Цинизм миссис Бройлес можно понять, если вспомнить, чем она занималась раньше. До продажи детей. Это может показаться странным, но я придумала фирму Монинг Лори, чтобы наладить производство простых деревянных гробов. Значит, это была компания по производству гробов? Да. И вы приглашали беременных русских женщин, чтобы они делали гробы? Нет, нет, не обязательно беременных. Просто русских женщин. Ваша фирма официально зарегистрирована? Официально нет. Знаете, создается впечатление, что вы только что придумали все это. Это может быть? Нет, этого не может быть никогда. Никогда. Абсолютно. Судьбу скольких детей из России решила эта подпись. Я считаю, что устраивать бизнес на людях, на детях – это просто жилье. Усток. Скажите, как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Я негативная. Я считаю, что это неверно. Неверно? Нет. Спасибо. Простите, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Ой, отрицательно. Ради Бога. Простите, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Ой, нет, ни в коем случае. Что вы? Я бы задержалась удовольствием с детского дома еще воспитала бы сама лучше. Только не отдавать. Тем более из России. Что вы? Так, не выключай, не выключай пока. Не выключай. Девушки, простите, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Никак. Отрицательно. Простите, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Отрицательно. Скажите, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Очень плохо. Девушки, а как бы вы отнеслись к предложению родить и продать ребенка за границей? Я бы не хотела. Я бы ни за что в жизни. Своего ребенка за границу. Никогда. А в России это хорошо продать? Вообще продать. Продать своего ребенка – это зверство. В настоящее время, к сожалению, число женщин, которые продают своих детей, растет и растет. В каких муках рождается человек? Но как это прекрасно, что человек рождается, появляется на свет. Мы не хотим называть имена тех, кто решился продать своих детей, кто смог отказаться от них. Но сколько еще имен окажется в этом черном списке? Документальные кадры, которые вы сейчас увидите, мы показываем для тех, кто уже принял решение продать своего ребенка. Подумайте, если не о своих детях, то хотя бы о себе, о своей последующей жизни и о том, что рано или поздно вас настигнут муки совести. Дети не выбирают родителей и любят их такими, какие они есть. Будь то бомж или миллионер. Эти кадры сняты в Москве, на Павелецком вокзале, во время милицейского рейда. Здравствуйте. С вами откуда вы? Ну вообще, откуда родом-то? Как вы идете? Возьмите. Давно живете на Павелецком вокзале? Года четыре. Года четыре, да? А вот ребенок постоянно с вами? Ага. Это ваш ребенок? Моя. А квартира есть у вас? Нет. И ребенок постоянно с вами ночью здесь, да? На вокзале? Да, конечно. А чем вы живете вообще? Как зарабатываете деньги? Ну так. Я своим ребенком сажусь. Так. Ну как? Прокошенный? Попрошайническим занимается, да? Да. А отец-то есть в общем ребенок? Нет. А где отец находится? В Днепропетровской козе. В Днепропетровской козе. Дети. В Днепропетровской козе. Дети не выбирают своих родителей. Они любят их такими, какие они есть. А как может мать не любить своего ребенка? Женщина, когда рождает, терпит скорби. Потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. Потому что родился человек в мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова